Мохандес Карамчанд Ганди родился 2 октября 1869 года на севере Индии, в княжестве Парбандер, где его отец занимал пост главного министра. Семья была очень религиозной, жила интенсивной духовной жизнью, строго придерживалась традиций, активно практиковала вегетарианство, и мировоззрение будущего отца нации формировалось под воздействием этических и религиозных постулатов индуизма. В 19-летнем возрасте Ганди уехал в Лондон, чтобы получить в английской столице образование юриста. Спустя три года он вернулся на родину с дипломом адвоката, однако его деятельность на профессиональном поприще не давала результатов, на которые он рассчитывал. Поэтому в 1893 году молодой юрист уехал в Южную Африку и устроился работать в индийскую торговую фирму на должность юрисконсульта. Здесь он возглавил борьбу против расовой дискриминации и притеснения индийцев, организуя мирные демонстрации. В 1906 году он провел кампанию ненасильственного сопротивления произволу, которую назвал Сатьяграха, что в переводе с санскрита означает «упорство в истине». Слово «Сатьяграха» точно выразило суть концепции сопротивления. Это не вынужденная пассивность слабого перед сильным и не принцип око за око. Насилию противопоставляется сила духа и внутренняя уверенность в своей правоте. За проведение кампании Сатьяграхи его часто арестовывали. В ноябре 1913 года трижды за четыре дня, когда он возглавлял марш 2000 индийских шахтеров. Демонстрация была прекращена по соглашению с министром обороны Южноафриканского союза. Однако в итоге южноафриканским индийцам все-таки удалось добиться отмены некоторых дискриминационных законов. После возвращения на родину в 1915 году в жизни Мохандеса Ганди начинается новый этап, связавший всю его последующую биографию с борьбой против дискриминации соотечественников и насилия в различных его проявлениях. Ганди вступил в партию ИНК, Индийский национальный конгресс, борющийся за независимость Индии от Великобритании. Ганди придавал особое значение улучшению положения низших каст, называемых неприкасаемыми, равноправию политической активности женщин, пропаганде веротерпимости, а также развитию народных ремесел и в первую очередь домоткачеству, как символу поощрения отечественного производства. Для Ганди и его сподвижников придение приобрело характер ритуала, а ручная прялка долгое время была символом ИНК. Когда в 1919 году англичане ввели законы, продлившие срок действия ограничений, касавшихся гражданских свобод индийцев, Ганди объявил первую всеиндийскую сатьяграху. Ганди и его последователи разъезжали по Индии, выступая на многолюдных митингах с призывами к борьбе против английского господства. Эту борьбу Ганди ограничивал исключительно ненасильственными формами, осуждая всякое насилие со стороны революционного народа. Вовлечение масс в национально-освободительное движение стало источником огромной популярности Ганди в народе. И с легкой руки известного индийского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Робин Дрената Тагора, Ганди стали называть Махатман, что в переводе означало «великая душа». Тысячи жителей страны выразили свой протест, не прибегая к насилию. Но во многих местах происходили массовые уличные беспорядки. Англичане прибегли к репрессиям, завершившимся побоищем, где из пулеметов была расстреляна толпа индийцев и погибли 379 человек. Эти события превратили Ганди в решительного противника Британской империи. Вторую всеиндийскую сатьяграху Ганди начал в 1920 году. Вскоре он призвался отечественников бойкотировать британские текстильные товары и производить собственные ткани на ручных станках. В 1922 году его арестовали за подстрекательство к мятежу, судили и приговорили к шести годам заключения. Ганди не ограничился сатьяграхой, выдвинув так называемую конструктивную программу. Проводил кампании против политики неприкасаемости и за мусульмана-индусское единство, за права женщин, подъем начального образования, запрещение алкогольных напитков, внедрение правил личной гигиены. В 1929 году ИНК объявила 26 января Днем национальной независимости, и Ганди возглавил третью всеиндийскую сатьяграху. Также он выступил с протестом против повышения налога на соль. В начале 1932 года он был подвергнут очередному тюремному заключению. В течение шести дней Ганди не принимал пищи в знак протеста против политики в отношении к астнеприкасаемых. В 1942 году ИНК приняла резолюцию под названием «Уходите из Индии», и Ганди стал лидером последней всеиндийской компании сатьяграхи, за что вновь был арестован и заключен в тюрьму на два года. 15 августа 1947 года, когда произошло официальное отделение Пакистана от Индии, и страны объявили о своей независимости, Ганди провел голодовку, чтобы выразить свое горе и попытаться приостановить столкновение между индусами, мусульманами и сикхами. 20 января 1948 года на Ганди произошло покушение. Возле него взорвалась самодельная бомба, не причинившая никому особого вреда. Ему была предложена усиленная охрана, но он от нее отказался. И уже спустя 10 дней, 30 января 1948 года, его жизнь оборвали три пули, выпущенные террористом, считавшим, что Ганди предал интересы индуизма в пользу мусульман. В 2000 году Махатма Ганди был признан человеком тысячелетия, а в 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, отмечаемый 2 октября. В день рождения Махатмы Ганди. По сей день пример его жизни учит всех нас, представителей любых религий и национальностей, тому, как можно добиться правды и свободы методами любви и ненасилия. Ганди является легендой и эталоном отношения к проблеме насилия. Его превозносят как пророка и считают символом мирной революции 20 века. Это была история Махатмы Ганди.